Галатам 5 глава и 16 стих 16 стих прочитаем Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение и плоти. Давайте помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, слава Тебе и хвала, Господь, за Твою милость, за доброту Твою, Господь. Слава Тебе за то, что Ты спас нас, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты собрал нас сегодня здесь, Господь. Благодарен Тебе за то, что Ты так милостив, так добр к нам, Господь, за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы, Господь, за эти свидетельства, которые мы слышим, Господь. Спасибо Тебе за все, за то, что Ты, Господь, так обильно, Господь, нас благословляешь. И, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам Слово, за то, что Ты дал нам истину. Господь, я молю Тебя благословение на эту проповедь, Господь, чтобы Ты исполнил меня Святым Духом. Чтобы, Господь, Ты говорил через меня, удалил, Господь, все препятствия на своем пути, Господь. И, Господь, я молю Тебя, чтобы это, Господь, было назиданием для святых, Господь, для Твоих детей. Господь, будь во всем прославлен и возвеличен, Господь. Я прошу Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Итак, послание к Галатам. Апостол Павел, он здесь борется с уже учением, которое здесь поселилось. Начали практиковать, прибавлять к благодати дела, дела закона. Хотя они приняли Евангелие, хотя они спаслись по благодати, приняли Иисуса Христа своим Спасителем, появился кто-то, который начал совращать их с истинного пути. И они, конечно же, это приняли и начали следовать за этим уже учением. И Павел немного ранее, в третьей главе, он обвиняет их в глупости. Говорит, о несмысленные вы, Галаты, кто совратил вас с пути истинного. То есть, на самом деле, действительно, это глупо, когда ты начинаешь добавлять к Слову, добавлять что-то к тому, что Иисус Христос сделал, к вере в нашего Господа Иисуса Христа, ты начинаешь добавлять свои собственные силы, свои собственные заслуги. И это глупость Павел называет. Но мы узнали с вами истину, и Иоанна 8, 32 говорит, что истина сделала вас свободными. Мы свободны от рабства закона, от рабства греху. И мы уже не связаны этими узами. То есть, мы свободны не для того, чтобы... Дальше он, конечно же, в 13 стихе, 15-13, говорит, «Свободе вы призваны, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». То есть, пастор немножко в прошлый раз говорил о том, что значит свобода. То есть, кому что можно, кому что нельзя. Об этих списках он говорил. Но свобода может быть для каждого, в принципе, разной. То, что для меня свобода делать, то может быть преткновением для вас. И наоборот. Понимаете? Но здесь есть очень большая опасность, чтобы эта свобода наша, так называемая, она не увела нас от самого главного. И чтобы она не увела нас в отступничество. Потому что некоторые притыкаются. Есть некоторые, носят серёжки в ушах и говорят, «Я свободен во Христе». Парни, я имею в виду. Есть такие? Я лично знаю такого человека. И что ты ему скажешь? Этот стих он обличает немножко, говорит, что свобода, смотрите, чтобы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. То есть, очень такая тонкая грань между свободой во Христе и угождению плоти. И дальше здесь, 16-17 стих, здесь говорится о том, что у человека есть две натуры. Человеческая, природная натура, греховная натура, она всё ещё осталась у нас. Есть у нас новый человек, духовный человек, который желает угождать Господу, служить Ему и делать всё правильно. И это такая постоянная борьба в жизни верующего. Она никогда не прекращается и начинается каждое утро. Борьба с самим собой, с своей плотью. Потом мы идём в мир, мы идём на работу и так далее. Мы боремся с этим миром, мы боремся с сатаной, потому что он обитает в этом мире, он назван князем этого мира. И это извечная борьба. И на самом деле, те вещи, которые здесь говорятся, это очень такие практичные, потому что действительно мы сталкиваемся с ними каждый день. Каждый день мы сталкиваемся с ленью, каждый день мы сталкиваемся с грехом и с порочными мыслями и так далее. Это преследует нас постоянно. Поэтому 17 стих говорит, что ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делаете, что хотели бы. И дальше Павел приводит такое сравнение между делами плоти и плодом Святого Духа в нас же. И хотел бы особо сегодня заострить ваше внимание на плодах Святого Духа, потому что грешить нас учить не надо. Мы это и сами умеем от самого нашего рождения. И мы примерно знаем, о чём здесь говорится. Но чтобы в нас проявлялись плоды Святого Духа, это уже надо немножко постараться. То есть тут уже надо унизить свою плоть. И чтобы ваша духовная натура, Святой Дух, Он преобладал в вас больше, чем вы сами. И давайте прочитаем 22-23 стихи. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И здесь очень интересно, что здесь есть некоторое разделение по три качества. Любовь, радость и мир, они относятся и характеризуют ваше личное, как духовное состояние. Затем долготерпение, благость и милосердие, эти качества характеризуют ваше отношение к другим людям. И последние три — это вера, кротость и воздержание. Они характеризуют ваше отношение к Богу. Это очень такое интересно. Я сам недавно об этом узнал. Но очень похоже также и на 10 заповедей. И поэтому вы знаете, что первые четыре заповеди, они учат нас, как относиться к Богу. Правильно? А остальные шесть. Вот мы недавно с ребятами в воскресной школе учили 10 заповедей. Они должны наизусть это всё знать. Да, ребята? И остальные шесть, они учат нас, как относиться друг с другом. То есть так же и здесь. То есть кроме того, что добавлена ещё ваша собственная Личность, то есть ваш Духовный мир. Потому что во времена Закона, ну не будем, конечно, отвлекаться, просто хочу, чтобы вы поняли такую вот вещь, что здесь похоже немножко на то, что было раньше в Ветхом Завете. То есть эти 10 заповедей и плоды Святого Духа. И поэтому, может быть, они начали немного путать и мешать одно с другим. Но 2 Тимофею 2.15 призывает нас правильно, мне тут написано правильно, разделять слово истинный. И, может быть, духовно мы можем применять и вещи, которые находятся в Ветхом Завете. То есть мы свободно можем жить по 10 заповедям для того, чтобы вести более-менее чистый образ жизни, но никак не можем уповать на них в деле спасения. Потому что мы спасены благодатью через веру в Иисуса Христа. Это две разные вещи. Нужно правильно разделять эти вещи. Но были люди, такие же люди, как и те самые галаты, которые начали это всё мешать, тем самым отвращать их от истины. И мы должны, на самом деле, мы должны беречься от таких людей. И у нас должен быть верующий ум и любящее сердце для того, чтобы иметь духовное развлечение этих всех уже учителей. И теперь, когда у нас есть уже более-менее такая общая картина, давайте рассмотрим обзорно. Мы не будем сильно долго зацикливаться на каждом из этих плодов. Но хотел бы рассмотреть каждый из них сегодня. Поэтому будет 9 пунктов. Я не так долго проповедую, как пастор, поэтому мои 9 пунктов — это как его, наверное, 3. Да, я понял уже, потому что вы уже так... Ну хорошо, первый из них — это любовь, конечно же. И не зря она первая, потому что любовь — это основа снов. Бог, Он и сам есть любовь. И мы знаем, что Бог — это есть всё во всём. И любовь — это охватывает всё вообще в этом мире. И также любовь, она и вечна, как и сам Бог. Понимаете? То есть насколько она масштабна. Потому что мы привыкли, очень часто мы привыкли сравнивать нашу земную такую любовь, отношение между, может быть, мужчиной и женщиной. Любовь — такое очень зыбкое понятие в этом мире. Никто так и до конца не может понять, что значит «любовь». Но о любви очень много говорится в Библии, потому что Бог есть любовь. Если вы хотите знать о том, кто такой Бог, читайте Библию. И здесь написано о любви. И любовь, она была основополагающим мотивом у Бога для того, чтобы даровать нам дар вечной жизни, чтобы послать своего единородного Сына на эти мучения, которые Он претерпел. И сам Иисус Христос, Он также ради любви к нам, Он пошел на эти страдания. Библия говорит, что Христос свою любовь к нам доказывает тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. И в 22 главе Евангелия от Матфея у Иисуса спросили, какова же самая наибольшая заповедь? И Он объяснил им, что вся суть десяти заповедей основывается на первых двух. Это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Не обязательно сейчас открывать, потому что есть здесь мест много, но и чтобы сократить чуть-чуть время, мы не будем открывать все ссылки. Просто Иисус Христос говорит, что на первых двух заповедях держится весь закон. «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, и возлюби ближнего, как самого себя». И то есть любовь эта, она должна двигаться в двух направлениях. к Богу и ближним, то есть между собой. Конечно же, все вы знаете, наверняка знаете, что апостол Павел в 13 главе 1 послания к Коринфянам он написал так называемый «гимн любви». И давайте вот это место мы откроем, 13 главу 1 Коринфянам. Все, конечно же, мы тоже не будем читать, потому что этого достаточно много. Но это очень важные вещи. И Павел здесь подробно, вот в 13 главе он подробно описывает превосходнейший путь, о котором я говорил в 31 стихе 12 главы. То есть 31 глава 12 главы, чуть-чуть выше посмотрите. Он говорит, «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И дальше следует вот это вот объяснение этого пути превосходнейшего. И этот путь, конечно же, «любовь». Любовь, и он разделяет, немножко эта глава разделяется на такие, как бы, пункты. Первые три стиха говорят о том, что любовь, она очень необходима и важна. И, конечно же, она необходима и важна, потому что если бы не было любви Божьей к нам, это раз, мы бы здесь вообще не существовали. Если бы не было любви между нами, мы бы тоже друг с другом поругались давным-давно и разбрелись. То есть любовь, она все вот это держит совокупно. Поэтому она очень необходима и важна. И она очень выше, очень даже таких важных и полезных вещей. Ну, быстренько прочитаем. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, и любви не имеют, то я медь звенящая, и кимвал звучащий». То есть бессмысленно, ничто. Ваши какие-то дары, которые здесь он называет языками человеческими и ангельскими, которые никто не может сейчас поймать. Дар говорения языков, здесь они немножко боролись с этим. Дар говорения языков – это ничто по сравнению с тем, что, во-первых, проповедование, как об этом говорится немножко дальше, и даже и это ничто по сравнению с тем, если у вас нет любви. Если я стою здесь, за кафедрой, проповедую вам, и мне вообще все равно, кто вы такие, мне все равно, зачем вы здесь собрались, и я просто пришел сюда прочитать то, что я там себе насочинял, или прочитать просто Библию, то это вообще бессмысленно. Я это делаю, потому что я люблю Господа, я это делаю, потому что Он меня призвал к этому, я это делаю, потому что я люблю вас, и поэтому я надеюсь, что Господь будет говорить через меня к вашим сердцам, и что вы получите какое-то назидание от этого, для того чтобы ваша любовь, она тоже возрастала. Понимаете? И дальше, с 4 по 7, Он описывает, конечно же, свойства и плоды любви. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Всё покрывает, всему верит, всего надеется и всё переносит. Сравнили с собой? Мне стыдно немного, потому что не всё так, как здесь написано. Следующий пункт, она показывает, насколько она превосходит даже самый лучший из даров и других добродетелей. То есть, даже последний стих, просто ради экономии времени, последний стих говорит, что «а теперь прибывают сии три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Разве надежда не важна? Разве вера не важна? Но любовь всё равно из них больше. И в принципе, это всё, что я могу сейчас сказать о любви. Поэтому переходим к следующему качеству. Это радость. И что вообще такое радость? Мы знаем, как радоваться, но иногда не знаем, что вообще это такое, как объяснить, что это такое. Радость — это одна из основных положительных эмоций человека. внутренние чувства удовлетворения, удовольствия и счастья. Опять же, всё касается нас, духовного, ну лично, вашего внутреннего состояния. И радость не всегда бывает у нас. Правда же? По всяким поводам. Да, я понимаю, что может быть, жизнь у нас такая нелёгкая, может быть, трудно находить общий язык друг с другом, может быть, проблемы есть у каждого, может быть, ну тяжело, я понимаю это всё, мне тоже не так уж легко жить по плоти. Но разве у нас нет причин для радости, братья и сёстры? Разве нет причин для радости? У нас сестра сегодня делилась свидетельством, хотя, да, её обворовали, но она радостная, такая счастливая. Слава Богу, это действительно, это победа над своей плотью. Понимаете? Когда плоть негодует и хочет разозлиться и сказать что-то или нагрубить кому-то, нет, Господь нам посылает немножко такой смирённый дух и скажет, ну слава Богу, что я живой. И есть причины для радости. Во-первых, первая причина для радости это Христос, он находится в нас. Понимаете, что они неверующие, у них нету Христа. Понимаете, они без Христа, об этом чуть позже, но в нас есть Христос, который в принципе он может всё совершать через нас, надо просто ему позволить. и он может совершать в нас любые действия, давать победу над грехом, давать мир, покой, удовлетворение. Это ничто нам не может этого дать, понимаете? это драгоценный такой дар, который мы получили от самого Господа. И нужно помнить об этом и ценить, и радоваться тому, что у нас есть. Наши грехи прощены, братья и сёстры, вы представляете? Наши грехи, которые были раньше, сейчас и даже будущее, они прощены. Разве это не повод для радости? Мы избежим с вами вечных мук в аду. Вы представляете? Вечных мук в аду. Мы не можем подержать руку пару секунд возле огня, а неспасённые души, они будут там гореть вечно. Но у вас есть радость, вы избежите этого. Ну просто ад иногда бывает нереальным в наших жизнях, но вы там не будете. Слава Господу за это. У нас есть мы уже немножко говорили о свободе, но действительно у нас есть свобода. Нас сейчас никто не гонит. Братья и сёстры, мы свободно здесь собрались. Свободно здесь собрались, поклоняемся нашему Господу, проповедуем истину, говорим людям об Иисусе Христе. Разве это не радость? Многие люди страдали для того, чтобы иметь это. А у нас это есть свободно, и мы даже этого не ценим иногда. Есть повод для радости. Радость общения друг с другом. Бабушка Валя сегодня благодарила Господа за братьев, которые помогли. и мы не общались, не любили друг друга, не было бы у неё такой радости. но она есть у неё. И в общении мы можем находить друг с другом, мы можем находить радость, потому что мы можем общаться на те темы, которые они там не могут. Они находят радость, в чём они находят радость? в алкоголе находят радость, наркотики они находят в этом радость, в общении, вообще бессмысленном общении. посмотрите на сегодняшнюю молодёжь. Они типа веселятся, радуются, но на самом деле это просто бессмыслица какая-то. Вообще нет никакого смысла в их существовании. И почему? Потому что далеко от Бога, родители далеко от Бога, они далеко от Бога, они не знают ни истины, ничего не знают. А мы это и имеем, братья и сёстры. Радость о спасаемых. Насколько действительно это приносит радость, когда люди приходят к Господу, когда люди спасаются. Действительно одна сестра спаслась, другая сестра спаслась, третья сестра спаслась. Это действительно это вдохновляет, это приносит радость. Библия говорит, что небеса они радуются, и ангелы радуются хотя бы об одном грешнике кающемся. И эта радость она и вдохновляет, нас она вдохновляет для того, чтобы ещё больше свидетельствовать, для того, чтобы ещё больше говорить людям о христе чтобы они узнавали эту истину потому что это очень эгоистично держать ее знать истину ни с кем с ней не делиться у нас есть вечная безопасность вечная безопасность в то есть разве это не радость знать об этом просто знать что ты попадешь на небо хочешь ты этого или нет и и радость братья и сестры о том конечно же что вас там ждет на небесах они не знают что и ждет в будущем они не знают что и даже завтра вы знаете что придет момент когда господь придет за нами и мы будем на небесах он говорит войди в радость мы помните притчу хозяина и его услугах есть причины для радости это список можно еще продолжать и продолжать но все равно почему-то многие из вас все равно сидят такие угрюмые иногда вы поете так как будто на похоронах поете серьезность такими такими лицами что жалко становится радость братья и сестры радуйтесь всегда радуйтесь непрестанно молитесь и с одной стороны может быть я знаю почему так происходит потому что здесь думаем о суетных мыслях о суетных делах может быть важных действительно важных но но суетных здесь в этом месте мы собираемся для того чтобы поклоняться господу для того чтобы славить его с правильным духом но если мы тут сидим и думаем о том как нам завтра заплатить за газ как нам пережить эту зиму это важные вещи на самом деле важные но не здесь и не сейчас отсутствие грех грех он приносит стыд отсутствие победы над грехом тоже она приносит негатив наше состояние поэтому не все такие радостные но и не у всех есть этот мир божий о котором будем говорить следующем пункте то есть мир это 3 3 уже качество которое касается нас лично третье качество которое касается нас лично и она отвечает за внутренний покой и удовлетворенность в вашу когда у многих нету мира на сердце постоянно за что-то переживаем постоянно нервничаем и мира как я уже говорил что мира может быть и не быть потому что постоянно думаем только о суетных этих делах наших повседневных библия говорит что мы должны о горнем помышлять больше да они о земном поэтому поэтому и мы переживаем мы не доверяем богу поэтому переживаем дум как мы будем это решать как мы будем это решать в году были те же самые вопросы как мы будем как мы переживем эту зиму как мы расплатимся за наши долги как мы будем кушать как мы будем то как мы будем как мы будем из пожалуйста все здоровые красивые разве бог еще не на троне разве он не хранит вас разве он не верит верен своим обещаниям верен конечно же почему же почему же в вашем сердце нету мира не у всех и конечно же но есть такие люди и когда когда мы благовествуем людям куда мы благовествуем грешника мы говорим хотите вы предлагаем им хотите обрести мир с богом потому что у них нету мира с богом них нету мира с богом потому что они утратили История о грехопадении, вы все это знаете. То есть они потеряли это общение с Богом, утратили мир. Но их состояние сейчас, оно очень ужасное состояние на самом деле. Ефесянам 2 глава 11-12 стихи говорят о том, какое положение, не обязательно открывать, они говорят нам о том, какое положение имеет неверующий человек перед Богом. И первое, что они без Христа, они блуждают без пастыря, как овцы, понимаете? Они не знают, куда им идти, не знают, что им делать, у них нет спасителя. Они вообще заблудшие, они отчуждены от общества израильского. То есть кто Божий избранный народ на самом деле? Кто возлюбленный Божий народ? Евреи, конечно же. Разве не так? А мы просто... Мы привитые лоза, правильно? Мы просто пользуемся тем, что израильский народ, он ожесточил свои сердца и не принёс своего Мессию. Понимаете? То есть мы уже как дети усыновлённые. Хотя сейчас, может быть, мы имеем большее преимущество, чем они. Они на самом деле, они сейчас... Бог им дал разводное письмо, как жене своей. Израильский народ, это прообраз. Мы — церковь невеста Иисуса Христа. Израильский народ, он как символизирует жену Бога. И он дал им разводное письмо. И сейчас они живут в отступничестве далеко от Бога. А мы с вами имеем большие привилегии на самом деле. Они чужды, неверующие. Они чужды заветового обетования. Они имеют тех обещаний, которые мы имеем. Им не сказал Бог, что... Ну, сказал всем, конечно же, но это сейчас к ним не применяется. Что я не оставлю тебя и не покину тебя. Что кровь Иисуса Христа может очистить вас от всякого греха. У них нет этих обещаний. Такие самые основные, на которые мы постоянно упываем. У них нет надежды. Большинство из них, они живут только для того, для того, чтобы просто им было хорошо и, может быть, близким. Вот смысл жизни для верующих. Особенно те, у которых не получилось ничего, они вообще потеряны и ничего. Они просто хотят покончить жизнь самоубийством. Потому что нет смысла. Нет надежды. И последнее, это они безбожники. Безбожники в мире. Блуждают без Бога. Но мы верующие, мы имеем возрождённый дух. Мы получили это, возобновили это общение. Господь с нами возобновил благодаря возрождённому духу. И мы имеем, уже мы имеем этот мир с Богом. Понимаете? Он уже у нас есть. И мы его не можем потерять. Так же самое, как и спасение. Но мы можем разрушить этот мир. И причиной этому является, конечно же, грех, греховный образ жизни, греховный образ мышления. Это те вещи, которые могут разрушить ваше мирное отношение с Иисусом Христом. И когда человек расстроен внутренне, мы сейчас говорили о том, что касается внутреннего человека, личное, это, скажем, такой человеческий дух, когда он расстроен, у него нету мира ни здесь, нету порядка здесь, ни здесь, ничего не в порядке, то, конечно же, у него не будет и мира с окружающими людьми. И об этом уже следующие три качества. Первое из них — долготерпение. Долготерпение, наверное, это одна из сложнейших вещей в этом списке. Долготерпение. Потому что долготерпение — значит воздержание от гнева и терпеливое перенесение обид. И это, конечно же, всё к нашим любимым ближним. Иногда тяжело бывает с ближними, правда же? Ближние — это кто? Вот посмотри вокруг себя, это твои ближние. Тяжело бывает с ближними? Они разные бывают. Как пастор говорит, некоторые овцы кусаются хорошо, имеют зубы и так далее. И можем выходить из себя в общении? Очень легко. Вернее, мы практически никогда не злились, вернее, может быть, можем на себя злиться из-за того, что мы сделали что-то не так. Но мы не гневаемся на себя. Мы иногда и почти даже никогда обижаемся на самих себя. Но очень легко можем обидеться на кого-то. Даже за самые мелочи, такие самые незначительные вещи. очень легко. И почему? Потому что не хватает долготерпения нам. Мы постоянно имеем контакт с людьми. Мы на работе, дома, в нашей семье — это те же люди, те же ближние. И не всегда бывает всё гладко. Поэтому в транспорте, на улице и везде мы имеем контакт с людьми. И чтобы иметь среди них хорошее свидетельство, нам нужно учиться долготерпению братья и сёстры и вести себя, соответственно, по-христиански, очень сложно бывает иногда с некоторыми личностями. Очень сложно. Не выходить из себя. Но мы можем сорваться, наговорить лишнего, потом жалеть об этом. Но есть неплохой способ, чтобы он помог вам научиться долготерпению. Вспомните, насколько Господь нас долготерпит. Насколько мы его иногда обижаем. Насколько он терпел нас до того, как мы спаслись, если вы прошли какую-то дистанцию от рождения до вашего спасения. И я иногда поражаюсь долготерпением нашего пастора, с некоторыми из нас. Я себя тоже включаю в этот список. И кажется иногда, что он какой-то особенный. Он всегда такой любезный, добрый. Кажется, что его вообще ничего не берёт. Он вообще никогда не раздражается и так далее. Конечно же, если вы его знаете чуть ближе, то понимаете, что это не совсем так. Но это понятно. Он такой же человек, как и мы. Правда же? Но тем не менее, тем не менее у него очень хорошее свидетельство, как христианин, как пастор. И я сам лично беру с него пример всегда. И иногда кажется, вау, как так может быть? Как так может быть? В чём секрет? На самом деле, никакого сложного секрета здесь нет. Это такой же самый человек, как и вы, просто он практикует Слово Божие, которое у вас так же самое есть. Понимаете? Не нужно быть американцем, чтобы быть послужным Библии. Серьёзно. Просто человек живёт по Слову Божьему и практикует его. Да, борется, да, может быть, падает, но встаёт и дальше практикует. И получается, потому что Господь, Он вознаграждает за старания, правда же? Ничего сложного. Мы все призваны стремиться к совершенству, к совершенному образу Иисуса Христа. И я уже говорил, что представьте, насколько Он долготерпелив к нам, долготерпелив к нам. И просто нам нужно всем стремиться к тому, чтобы быть похожим на Иисуса Христа. Он претерпел и наказание, Он претерпел унижение, Он претерпел оскорбления, плевки и боль ради нас. Он терпел это всё. И Он нас до сих пор терпит. И желает, чтобы и вы последовали Его примеру. Он оставил для нас этот пример. Следующее, благость, тоже такая своеобразная штука. Это благость. Что это такое благость? Благость — это очень мягкая черта характера, особенно по отношению к нижестоящим, и которая делает нас очень любезными и приветливыми. Помогает нам легко переносить обиды. Мне самому иногда стыдно, когда я думаю о том, насколько я любезный к другим, насколько я приветливый к другим, насколько я хорошо переношу обиды. Хотя я вообще не обидчивый человек. Меня очень трудно обидеть. И слава Богу. Потому что я смотрю на некоторых из вас, и вас, во-первых, легко обидеть, и вы их держите, эти обиды. И это никак не благость. Это не мягкость, как Библия Короля Якова говорит. Мягкость. Пример простой. Очень трудно подойти к какому-то грязному, чумазому, какому-то бездомному человеку. Мы можем сказать, что он нижестоящий. Немножко да. Хотя у Бога нет лицеприятия. Бог так же само его любит. Но нам иногда тяжело бывает подойти к таким людям. Мы же такие чистенькие, хорошие, в костюмчике. или ещё что-то. Тяжело предподойти и сказать, друг, как ты вообще поживаешь? Может, тебе нужна помощь? Может, тебе хлебушка, чайчика подать? Есть. Конечно, к сожалению, в наших местах в основном все алкиши в таком состоянии. Но это ни в коем случае вас не оправдывает, братья и сёстры. И нас не оправдывает. Но подойдёшь ли ты к такому человеку? Подойдёшь ли ты к такому человеку и скажешь, Господь любит тебя и умер за твои грехи? Или я тебя люблю, поэтому пришёл, чтобы сообщить тебе об этом? Чаще всего нет, люди не приходят. А Христос, Он был таков. Библия говорит, что с Ним общались мытари и грешники. С Ним постоянно какие-то больные, прокажённые были, приходили к Нему, чтобы Он исцелил их. Да, они сами приходили к Нему, но Он не избегал их. Даже про того слепца мы сегодня говорили утром. Он не убежал от Него, хотя ученики постоянно «Да иди отсюда, не слушай их». Он имел сострадание, Он имел благость, мягкость. Понимаете? И может быть кто-то из вас над кем-то стоит начальником. Как вы относитесь к своим подчинённым? Или к не совсем грамотным людям? Может быть у вас мудрость есть какая-то? Может быть знание? А рядом с вами работают те, которые не совсем грамотные, не так хорошо владеют тем, что вы владеете. Как вы к ним относитесь? С презрением? А это? Нет. Благость помогает нам относиться ко всем дружелюбно, любезно. И нам нужно практиковать, конечно же, благость. Милосердие. Милосердие — готовность делать добро всем, кому мы только можем. Мы немножко уже говорили о том, как это чувствуется, когда мы угождаем Господу. Что это очень приятно. Но также это приятно, когда мы сделаем добро людям. Я думаю, вы делали людям добро и знаете, насколько это приятно. Когда, может быть, кто-то просил о помощи, может быть, кто-то не просил о помощи, но вы решили сами по своей воле сделать кому-то что-то доброе. И потом ты приятно на душе, правда же? Вообще чувствуешь себя замечательно, когда ты знаешь, что ты кому-то помог просто, знаешь, что ты был полезен кому-то. Это привносит смысл в нашу жизнь и угодно Богу. И мы знаем, что наш Господь, Он любит миловать. Милосердие — это от слова «милость». То есть Господь наш любит миловать. Если бы Он не любил миловать, Он бы не послал Сына Своего. Конечно, милость, любовь — всё оно в одном направлении, но Он любит миловать, и Он дал нам такой пример. Он знает, насколько мы немощные, насколько мы ограниченные. Он знает, что мы своими силами, которые очень малы, мы никак не сможем соблюсти весь этот закон, который был описан в Ветхом Завете. «Десять заповедей» — это только верхушка. Если вы читали Ветхий Завет, вы знаете, что этих постановлений, этих праздников, обрядов было целая куча, и каждый нужно было соблюдать до самой точечки. Библия говорит, что если ты не исполнил хотя бы одну черту из закона, то ты нарушил весь закон. Сложно очень. Сложно. Поэтому Господь очень милостив к нам, и Он послал Своего Сына, чтобы мы могли уже просто принять Его дар. Уже ничего не надо делать, просто примите Его. И Он любит миловать. Для вижимой любовью Он к нам отдал Своего Сына, подарил вечную жизнь, подарил возможность жить полной жизнью во всей целостности. И это великий дар и великое милосердие Божие по отношению к нам. Он дал нам пример. Опять же, так же самое, как и в прошлый раз я говорил, Он дал нам пример, чтобы и мы следовали за этим. Конечно же вопрос, насколько мы соблюдаем и стараемся быть похожими на Иисуса Христа. И последние три. Последние три — это наши отношения, черты наши, которые указывают на наши отношения с Богом. Вера. И вера по евреям 11.1 — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть мы знаем, что Бог — Он есть дух. Дух, Он свободен, гуляет там, где хочет, и мы Его вообще не видим. Правда же? Вот ветер сейчас есть, Дух гуляет, как ветер. Он есть, мы видим Его последствия, но самого ветра мы-то не видим, правильно? То есть мы видим только, что Он колышет сейчас деревья. Мы этого не видим, но мы верим, что это ветер. То же самое и с Богом происходит. Мы видим Его действия, видим Его творения. Мы сами созданы Богом. То есть мы настолько сложное существо, что просто так из какой-то там амебы произойти — это вообще бред. но мы верим, что Бог есть, потому что мы наблюдаем Его в природе, правильно? Мы наблюдаем Его действия в наших жизнях. Правда же? Мы читаем Слово Божие, применяем Его на себя и видим результат. От этого мы знаем, что это истина, правильно? Когда мы видим результат, что это действительно так. И если она говорит об одном, то значит, она говорит верно и о другом. Правильно? Библия говорит, что Бог есть, утверждает это, и она даже вообще не ставит под сомнение этот вопрос. И вообще даже не ставит этот вопрос, есть ли Бог. Она просто принимает это как за даром, как факт, понимаете? И поэтому мы можем быть уверены в невидимом. Есть духовный мир. Мы его видим, мы его не видим, а он есть. Иногда, слава Богу, потому что да, кто его знает, какие там битвы происходят между ангелами и демонами в этом окружающем мире. И Господь сокрыл это. Некоторые, которые подвергают себя к такому духовному влиянию, нечистому духовному влиянию, они могут видеть. И сатану некоторые видят, и демонов видят, и всё, что угодно видят. Домовые вот эти все. Это духовный мир. Хотя чушь, но люди пускают своё сознание, понимаете? Они открывают свою. Эти, кто там, буддисты. Медитируют. Для чего? Для того, чтобы полностью освободить своё сознание и пустить туда этот духовный мир. Духовный мир, они пускают в себя этих демонов, которыми потом движут, понимаете? Вера нам помогает переносить скорби, переносить страдания. То есть, хотя мы уже говорили, что трудно нам, тяжело, но вера — это то, что движет нами, то, что даёт нам силы просыпаться каждое утро и делать то, что необходимо. Даёт нам силы служить Господу. Даёт нам силы просто доверять Слову Божьему, доверять Божьим обещаниям и доверять тому, что когда-нибудь этому придёт конец на самом деле, когда Господь придёт за нами. То есть у людей нет этой надежды, нет веры в это, понимаете? А у нас есть осуществление ожидаемого. То есть мы ожидаем Иисуса Христа, Его Второго пришествия. Мы ожидаем и доверяем Ему, потому что Он сказал нам, чтобы мы должны Его ждать, должны Ему доверять. И это даёт нам силы жить дальше. Кротость. Следующая черта — это кротость, кроткий дух. Это когда Вы контролируете свои эмоции и проявление недовольства, чтобы не впадать в раздражение. А если такое случается, то быстро успокаиваться. Раздражение — это такое достаточно большое искушение иногда для нас бывает. Как мы уже говорили с некоторыми людьми, но в основном то, что здесь касается, это когда мы ропщим и проявляем недовольствие, когда мы проявляем неблагодарность по отношению к самому Богу. И это очень такие опасные игры, потому что можно обидеться на Бога. Есть такое? У меня такое было. Когда я обижался на Бога, он не был доволен тем, что имел, не получил то, что хотел, обиделся на Бога, и всё, и ушёл от Него. Не Он от меня ушёл, я от Него ушёл. Это очень опасные вещи, потому что можно впасть в отступничество. Это жизнь на грани. И очень опасно играть с Богом в такие игры, когда ты по любому поводу, ты просто постоянно раздражаешься, постоянно чем-то недоволен. То тот не так сделал, то тот не так сидит, то тот не так сказал, то и всё. И этому конца и края нет. Никогда нет. А всё здесь. То есть как вы будете на это реагировать? Понимаете? И просто когда вы этим занимаетесь, вы этим показываете своё недовольство не просто кому-то. Вы показываете это недовольствие к Богу. Портятся ваши взаимоотношения. И последнее на сегодня — это воздержание. Другими словами, самоконтроль. Контроль над своими плотскими желаниями, то есть это может быть обжорство, похоть, любостяжание. Когда мы не контролируем свой аппетит в любой сфере. И аппетит имеется в виду, и когда мы хотим хорошо покушать, или аппетит, когда мы хотим иметь какие-то крутые игрушки, скажем так, гаджеты и так далее. Это невоздержание. Когда мы стремимся получить богатство любыми способами. Это всё невоздержание. То есть опять же, то же самое недовольствие, неблагодарность за то, что вы имеете, то, что мы имеем. И это даёт волю нашей плотской натуре, ослабевает наш дух. И всё, вы становитесь опять бесполезными. Приводит к тому, что мы можем впустить в своё сердце дьявола. Дьявол, если ему дашь миллиметр, он заберёт всё. Мы перестаём быть бдительными, когда мы просто угождаем своей плоти. То есть если человек хорошо покушал, его куда клонит? В сон. То есть перестаёшь быть бдительным. Когда человек хорошо покушает, ему хочется попить чего-нибудь. Да? В этом мире так и живут. Попил, поел, попил, погулял. И да, и спать. И всё. Это что? Это просто плотские, обычные плотские дела, в которых вы получаете, может быть, удовольствие, но временно. И для Бога они ничего, никакой пользы они не приносят. Не всё у нас, братья и сёстры. Всё должно быть о Нём. Именно для этого мы сегодня и собрались, для того, чтобы говорить о Нём, для того, чтобы прославлять Его имя. И в заключение хочу сказать просто, что хотя мы рассмотрели девять разных плодов Святого Духа, на самом деле это один плод. Посмотрите опять Галатам. Откройте опять Галатам. Галатам 5 глава и 22 стих. Вернее, давайте посмотрим 19 стих. 19 стих говорит «Дела плоти». Это множественное число. А 22 стих говорит «Плод же Духа». И на самом деле даже «Плод же Духа» там должна быть большая буква «Д». Плод Святого Духа, который находится у вас. Он один. Понимаете? И если вы, и я в том числе, если мы не исполняем даже хотя бы один из этих всех девяти плодов, не живём таким образом, то мы унижаем. Получается, что мы не живём по Духу. Понимаете? То есть они всё это совокупно в одном. Поэтому и всё совокупно мы должны это применять к своей жизни, к своей личности, в нашем духовном состоянии, в отношении с людьми и в отношении к Богу. и просто на самом деле сейчас… 23 стих, когда мы прочитали последние уже эти плоды, говорит, на таковых нет закона, но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живём Духом, то по Духу и поступать должны. Если мы поступаем по Духу, то в нас проявляется свет. Свет от Духа Святого, который мы должны нести этому миру. И в нас должен проявляться Иисус Христос, конечно же. А напоследок такой вопрос. Видят ли люди Иисуса Христа в вас? Или они видят только вашего плотского греховного человека? Давайте обратимся к Господу молитву. Иисус Христос.